Центр активного долголетия строят в Малаховке. Он предназначен для комплексного социального обслуживания людей старшего поколения. Работы там начались еще в апреле 2015 года. Строители обещали, что уже в марте 17-го учреждение примет своих первых посетителей. Реальны ли подобные сроки, убедился Владимир Ружицкий. Возможность создания на территории района учреждения, в котором людям старшего возраста помогли бы пережить кризис, получить медицинскую помощь, волновала Владимира Ружицкого еще в бытность его депутатам МОЗ Облдумы. И вот мечта сбылась. Центр активного долголетия получил прописку в Малаховке. Это на самом деле будет такой суперсовременный центр со всеми необходимыми медицинскими услугами. Здесь должны быть хорошие номера, хорошая обстановка, хорошая реабилитация со всеми спортивными элементами, хорошее, я говорил уже, питание. В настоящий момент на объекте полным ходом идет благоустройство территории. Закончена прокладка внешних и внутренних инженерных сетей. Завершены кровельные работы. Начата чистовая отделка внутренних помещений и оформление фасада зданий. Одновременно в работах участвуют 150 человек и необходимое количество техники. Мы занимаемся набором персонала. Нам надо набрать более 100 человек. И мы собираемся набирать медсестер из местных людей и потом их обучать, отправлять на стажировки в Израиль. И мы привозим лучших израильских специалистов для того, чтобы обучать сотрудников. Центр имеет деление по профилям, что позволит оказывать качественные услуги пожилым людям с разной степенью самостоятельности и разными потребностями. А также обеспечивать необходимый круг общения по интересам и специализированные занятия. В самом центре будет пять отделений. Будет отделение полноценной реабилитации. Реабилитация после перелома шейки бедра, распространенная травма пожилых людей после инсульта, после инфаркта. Будут также отделения для колясочников. В отдельном корпусе будут обустроены апартаменты для постоянного проживания. Также заработают клиника памяти, стоматологический кабинет и отделение дневного пребывания. Здесь 140 мест, но будет 60 мест дневного пребывания. Именно дневного пребывания больше будет рассчитан на местных жителей. Центр активного долголетия планируется открыть весной 2017 года. Как обещают проектировщики и строители, он станет лучшим не только в России, но и в Европе. Ольга Щевелева, Максим Горсков, Люберецкое районное телевидение.